В Тверском парке Воксала начнется долгожданное благоустройство. О том, что у него появится вторая жизнь, стало известно в конце марта в ходе рабочей поездки по центральному району Твери Игоря Рудени. После нее губернатор поручил соответствующим ведомствам уже к июню представить предложение по обустройству знаменитого в прошлом исторического места в самом центре города. Правительство региона в указанный срок приняло концепцию развития и уже начались первые работы. Об основных этапах восстановления этой исторической зоны регионального значения рассказывает Мария Шалованова. Тверской парк Воксала заложили в начале 1770-х годов по распоряжению графа Якова Ефимовича Сиверса, который в то время был тверским и новгородским губернатором. В следующие 10 лет по проекту Фридриха Штенгеля были построены здания больницы, работного дома и еще несколько построек. Позднее здания больницы реконструировали под театр. Известно, что во время визита в Тверь его посещал император Александр I, назвавший парк маленьким Петергофом. К сожалению, на сегодняшний день из построек мало что уцелело, а то, что сохранилось, имеет весьма печальный вид. Правда, до сих пор здесь растут деревья, ровесники той эпохи. Возраст некоторых из них исчисляется сотнями лет. В советское время все здания комплекса были неоднократно перестроены. Последний год исторический комплекс находился в оперативном управлении у городской клинической больницы номер один имени Успенского. Но содержанием этой довольно обширной территории никто не занимался. И до последнего момента один из красивейших парков города с богатой историей находился в запустении. Тут что только не было. Где сейчас находится гараж администрации областной, там находился такой зеленый уголочек от этой части больничной. Дальше располагалась именно зона так называемого регулярного парка. Там были аккуратно подстриженные клумбы, кустарники подстриженные в геометрических формах. Там был павильон, который и дал название всему этому месту. Воксал. То есть деревянный павильон, где было можно летом оркестр посадить, и они там играли музыку. И под музыку гуляли благородные, скажем так, господа. На данный момент в парке произведена частичная вырубка аварийных деревьев, фасады зданий скрыты баннерной сеткой. По периметру воксала планируют установить временное ограждение, а также камеры видеонаблюдения. Территорию парка будут охранять, чтобы не допустить поджогов, актов вандализма и нарушений общественного порядка. Любое внимание к этому месту во благо. Потому что не хочется, чтобы здесь впустую пропадала колоссальная зеленая территория, которую город и так уже в значительной степени утратил. Концепция развития Тверского парка «Воксал» включает в себя сохранение архитектурного памятника регионального значения и активное вовлечение его площадей в современную культурную жизнь города и области. Создание на базе комплекса объектов для проведения культурно-массовых мероприятий, включая концертную, музейно-экспозиционную, туристическую и образовательную направленности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Но чтобы привести в порядок заброшенную территорию площадью в 3 гектара, потребуется не только серьезное финансирование, но и желание самих жителей Тверской области в дальнейшем поддерживать на благоустроенную территорию чистоту и порядок, так, как это было в эпоху тех самых благородных господ.